Всем привет, с вами Radio L1, меня зовут Дэнни. Сегодня нам посчастливилось пообщаться с очень интересным человеком, которого многие знают как Deepcore, Род Модул. Я думаю, что вам это имя обязательно о чем-нибудь говорит. Перед его сетом, перед выступлением, у нас есть возможность задать ему пару вопросов. Привет, Род, как дела? Хорошо, все хорошо, рад быть здесь. Я знаю, что ты первый раз в Санкт-Петербурге, это так? Да, первый раз. Ну тогда скажи пару слов. Ты вроде успел тут погулять, посмотреть кое-что. Расскажи, как тебе тут? Я думаю, это фантастический город. Я поражен, да, я гулял пару дней, могу сказать, здесь очень красиво. То, что я увидел, произошло мои ожидания. Это очень красивый город с очень красивой историей. Окей, окей. Давай поговорим о твоем творчестве. Как ты думаешь, за то время, пока ты занимаешься техно, Эта музыка изменилась или она остается прежней, такой, как раньше? Мне кажется, она постоянно меняется. В разные времена были популярны разные стили. Сейчас, кажется, берлинский саунд превалирует в целом. Да и вообще вся берлинская культура сейчас практически не осталась в Детройте или Чикаго. Все в итоге пришло в Германию. Но так было всегда. Музыка все время превращается, появляются новые инструменты для работы. Смотри, когда я начинал 20 лет назад, мы использовали железные синтезаторы, драм-машины. Сейчас все уходит в программные инструменты, и эти новые приспособления, конечно, влияют на саунд. Думаю, сейчас ты можешь сделать такое, чего раньше было сложно добиться, имея пару-тройку синтезаторов и драм-машину. А что ты скажешь по поводу синтезаторов железных и программных? Я объясню, почему спрашиваю. Многие считают, что настоящий истинный звук только у железа. Понимаю. Я встречаю это иногда. Но сам я так не думаю. Мне кажется, нужно сочетать разные элементы, разные элементы для конструирования саунда. Но иногда, конечно, слышно, особенно в клубе, такой очень жирный аналоговый звук, как, например, у Бекхайна. Но, опять же, я не хотел бы выделять и аналоговый звук, и программный, и экспериментальный. И все может пригодиться в творчестве. Нас постоянно спрашивают о программах, которые используют известные музыканты. Расскажи, что ты предпочитаешь из программных синтезаторов? Или ты используешь все доступные, которые в данный момент представлены, которые у тебя есть? Признаться, я до сих пор не использовал программы для своих записей. Только железо. Но я делаю это потому, что они у меня есть, потому что я начинал в 80-х, и я использую то, что есть. Я не очень много покупал оборудования в последние 15 лет. Поэтому только железо. Извини, а какие? Просто очень интересно. Да, мне нравятся железные синтезаторы от Sequential Circuits. Такие, как Profit VS, Studio 440, также Lean Drum, например, Lean 9000. Эти инструменты. Но я их люблю, потому что я с ними знаком давно. Я их не покупаю в виде программ. Я не говорю, что программы лучше железа. Я, признаться, софтом не особо пользуюсь. Потому что, когда я начинал, все пользовались железом. Может быть, если бы я начинал сейчас, то программные инструменты были бы для меня приоритетными в творчестве. Конечно, у компьютерных технологий много интересного, но нельзя сказать, что появились какие-то принципиально новые технологии. Вообще, это не важно. Если ты выполняешь задуманное, то все в порядке. Что я могу сказать? Пользуйтесь тем, что у вас есть. Просто идите и делайте музыку. Очень интересно. Я думаю, что софтверсия просто так же в порядке. Я думаю, что софтверсия не лучше, не лучше, чем хардвер. Это что-то, что у вас есть. Спасибо, очень интересно. А можешь рассказать нам о своих планах? Ты хочешь выпустить пару великих треков? Нет, нет, нет. Я не могу это предсказать. Потому что каждый раз, когда я говорю, я хочу сделать то-то или это, что-то вмешивается в процесс. Посмотрим, что получится. Может быть, чуть позже я переключусь на эмбиен. Музыка без бита. Кто знает. Ты устал от бита? Нет, нет, нет. Не совсем. Не то, чтобы устал. Просто мне нравится такой звук настоящий. Знаешь, многоканально записывать всякие интересные звуки, устраивать какие-то инсталляции музыкальные. Мне нравится участвовать в проектах с музеями, когда озвучиваются выставки, разные пространства. Это мне по душе. Я вышел из экспериментальной среды, начинал в 80-х, и мне нравится, знаешь, саунд-арт, аудио-арт. А вообще, когда я перед студией говорю, иду делать бит, получается эмбиен. Невозможно предсказать, что получится в итоге. Что получится, то и получится. Включаешь запись и играешь. Хорошо. Я желаю тебе хорошего сета на сегодня. Приятного времяпровождения. Большое спасибо тебе за интервью. Пока. Радио Иль-1. Дэнни, слушайте хорошую музыку.